Всем доброе утро! Собираемся с Сашей в Иркутск сегодня. Вот я смотрю, он тут клеит знак, что у нас шипованная резина. А то, говорит, штрафовать будет. Что кого-то штрафовали так? Бабушка к нам пришла, будет с детками сидеть. Какой новенький. А что ты летом не сделал? А иногда смотришь и летом есть с таким знаком, что они не отрывают. А вообще нужно каждый год, да? Понимаешь, он вот светает. У тебя пузырь там лежит. Я вижу, он там поделся. Еще снег идет мокрый. Снег на него попал. Отклеивать перед самым, наклейкой перед самым. Ох, справился. Более-менее, только что-то там еще какая-то пипочка что это делает. То ли снег, то ли что-то. В общем, едем в Иркутск. Погода так себе. Тепленькая более-менее. Снежок пробрасывает. Смотрите, друзья, мы сегодня с Сашей взяли в термоса кофе. Хотим посмотреть, как будет температуру держать. Смотрите, как идеально сюда они встали. Большой государь, конечно, не повестился. Прям вообще идеально. Позаимствовали у ребятишек на заправке сейчас. Заправили бензинчик немного. Едем. Ой, друзья, мы уже в Иркутске. Приехали вот в такой вот магазинчик. Обычно Саша здесь берет инструменты. У нас сломался шуруповерт у Саши. И стройка сейчас встала. Вот идем искать такой же, как у нас был, потому что от него остались две батареи. Бошевский, по-моему. Пойдем посмотрим сейчас. Самый максимальный. Самый максимальный. Значит, мы очень максимальный. Да, не бумажная. Сколько, много разных инструментов. Дорого. Даже тот, который я смотрю, как у нас, я нашел за 7 скопьем, здесь 8 скопьем. Угу. Что еще поедем искать дальше? Мы сейчас поедем за кабелем. Ну, нам еще там на стройку надо кабель. Еще в аптеку надо будет заехать. Алена кофе пролила. Вот видите, хорошо, что у Саши есть тряпка. Сняла с Сашей последнюю майку. Вытирает ей колик. Ой. Что сделать? Бош-центр. Там тоже, что ли, продают? Ну, видишь, Бош-центр. Попукал меня в ломбард. Пойдем, говорит, купим поношенный. Что там с поношенного брать? Закрыла дверь. Куда я пошла вообще? Куда я пошла? Я потерялась. А ты будешь жену сегодня свою ждать? Я же без Саши никуда. Оп-оп-оп. Блин, Саша, куда ты повел? Нет здесь пешеходного перехода. Что сделаешь? Так, Бош-центр, смотрите, магазин. Я уж сразу подумала, в ломбард сейчас пойду. Ну, в кейсе. Два аккумулятора. Все в кейсе. Ну, просто пожиже, по сравнению. То есть, крутящий момент 54, здесь 63. Вот двигатель и редуктор серьезнее. То есть, они лучше редуктор. Да. Этот все равно будет сильнее чуть-чуть. У него крутящий момент почти в два раза выше. Ну, вот здесь, скорее всего, нет защиты двигателя от перехода. Есть. Он остановится, если его переходят? Макита с ним не сгорела. Нет, нет, тут есть. Тут, в основном, защита-то, кстати, срабатывает не двигатель, а батарей. Да, ну, вот у меня, допустим, вот что, три с половиной ампер часа на маките. И стоит только что-то перегрузить, он сразу раз задымил и загорел. Нет, 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 тут останавливается. А этот я вот сколько его не перегружал, ему по бровам просто останавливается и все. Ну, тут тоже. Ну, че? Так мы и не взяли. А? Либо ширпотреб дешевый, либо очень дорогой. Саша у нас определиться никак не может. Почему сразу Саша? Ну, а кто? Я тебе говорю, бери, а ты не берешь. Дорого. Ну, че-нибудь не купим. Ну, как мы не купим? Строить надо дом, мы че-то не купим. Пытаемся перейти дорогу везде. Везде. Машины. Наша вон она. Короче, друзья, вот приехали еще мы в одну. Еще в один магазин Саша пошел. Я говорю, где один? Я не могу на это смотреть, как он там определиться не может. Ой. Для стройки нужен хороший, мощный. Они такие дорогие. И поэтому вот он мучится. Я говорю, да возьми ты уже нормальный, чтоб потом не покупать 300 раз. Ну, посмотрим сейчас. Купит, нет. Вот, смотрите какой. Это как у тебя? Да. Один в один? Один в один. Только 12 вольтовый. У меня 10 вольтовый, 12 вольтовый. Этот помощнее даже, да? Нет, может из него так же. А это что там за чехольчик? Чехол для него. У нас, по-моему, не было такого. Дубной вещи не было. Приехали мы с Сашей на Фортуну. Нашли тут блинное место. Сейчас пойдем опять покушаем. Все быстро так стемнело. Четыре часа, уже темно. Вот. Смотрите какую расчесочку маме купила. У нас тоже такая же, ей так понравилось. Ну, вот я решила ей тоже такую купить. Классная, очень мягенькая, такая хорошая. Ты что, не рано кофе? Пить хочу. Воду-то мы с собой не взяли. Угу. Ну. У меня голова уже раскалывается. Надо в аптеку заехать. Пойдем покушаем немножко. Камеру начинаем снимать. Это нормально? Так она же не отпотела. Да вроде не отпотела, но. Вот такую мне надо. Смотрите, ребята, на кресло. Видите, натягивается такая штучка. Ну, вы поняли, да? Чехол. Потому что у нас очень старый уже этот набор. Уголок. Ну, не выкинуть же его. Надо как-то его закрыть просто и все. И так мы его в новый дом так перенесем. Лето дождемся, на улице вытащим и на террасу почистим и все. Как-то надо. Мы уже с Сашей просто думаем, какую мы мебель заберем в новый дом. Вчера. Кроме кухни. Кухня у нас очень старая, ребята. Вообще забирать нечего. Алиса ее все уже отодрала. Остатки. Ой, как красиво. Смотрите, девчонки. Вы любите тоже все светящееся, наверное. Как и Алена. Вам все блестяшко подавать. Да, да. Я вообще пройти не могу мимо всяких таких. Вот я посмотрю и мне так хорошо. Я вообще человек, который вот просто посмотреть надо. Мне не обязательно покупать. Главное посмотреть. Вот смотрите, кафе. 12 месяцев. Здесь есть вкусные блинчики. Готовятся. Быстро. Хочу пельмешки и голубец вот там. Вкусненькие. Тебе надо? Кого? Блин? Блин. Сыром. Ну давай. Один. Два блина. С сыром и ветчиной. Сметану. Надо тебе? Сметану. Мне на пельмени сметана надо. Да тогда это посчитали. На блин тебя спрашивают. Надо. Так. Что еще? Попить? Чай или кофе? Компот? Компот? Кофе у нас есть в машине. Да? Два компота. А мне чай. Сядем здесь вдвоем. Повешу шапочку. У меня наверное такая прическа. Ужас. Я пока ходила у меня все повылазило. В общем не обращайте внимание на мой внешний вид. Сейчас нам все соберут. Пельмени я не знаю разогреют наверное. Мы будем кушать. Саша уже тут консультирует. Смотрите. Его вообще в покое не оставляют. Постоянно кто-нибудь то звонит. Саша дранчик себе последний урвал. Я голубец. И пельмешки сейчас еще. Что это может убрать? Давай я это все уберем. Вот что. Формить еще под носом. Все. Всем приятного аппетита. Кто-то тоже обедает. Или ужинает. Все очень вкусно. И вкусно. Только не соленое, да? Соленое, но недостаточно. Угу. Скажи. И вот такие вот еще блинчики. Вкусненькие. Там что, Саша? Ветчина сыр. Ветчина сыр. Ну положи мне здесь. Я сейчас доем. Все, мы покушали. Время без десяти пять. Мы поедем дальше. Надо еще в аптеку нам заехать еще. Потом в пару мест буквально. И домой уже. Ребят, смотрите, какая красивая здесь стоит елка. Вот так вот сейчас наряжают. Уже не шариками, фонариками, а вот непонятно какие тут. Светится. Да? Наверное, светится еще. Очень красиво. Классно. Мы в спортмастере. Саше на день рождения начислили бонусы. Вот мы пришли. Он взял себе термо штанишки эти, как нательное белье. На стройке сильно потеет. Вот чтобы, ну как бы, нормально все было, со здоровьем. Сейчас заплатим, пойдем. А что за фирма? Скажи штанов. Рука. Рука. Классные вообще, да? Ну да. Брали уже у них майку и пот так классно отводят. Вот тут решили еще штаны. Будешь на стройку ходить, спортом заниматься. Я на стройку только и хожу лим. А то там холодно сейчас надеешься. Идем с Сашей, уже темно. Но мы сейчас еще в аптеку не заезжаем. Надо заехать обязательно, ребята-то болеют. Так что, докупим лекарства и поедем домой. Надеюсь, бабушка там нормально и дети ее там не извели. Но вообще, дети, бабушка очень хорошо слушаются, уважают. Вот они там рисуют, читают. Сказки смотрят всякие познавательные. Всякие там игры играют. Так что классно с бабушкой. Слава Богу. Мы попали в пробку. Вот, Саша говорит, 8 баллов. Вообще, практически стоим. Помаленечку двигаемся. Не знаю, сколько будем ехать. Там еще далеко, да? До перекрестка хотя бы. Там еще и неизвестно. Вот так чуть-чуть отъедем, стоим. Потом ждем. Ждем. Чего там ждем? Вот это главное, полоса едет, а мы нет. Почему так? А, Саша? Потому что эта полоса прямо уходит нам направо. Всем направо сегодня? Наверное. Там дачники, скорее всего, выезжают за город. Пятница же. По даче все расползаются. Чего там они сейчас? Помидоры, что ли, садят? Пятница, что там делать, а? К Новому году все готовятся, скорее всего. Ну и всего так вот и едем. Так, ребята, мы вырвались из пробки, сходили уже в аптеку. Сейчас идем, значит, в свинокомплекс усольский. Идемте с нами. Смотрите, какая уже темень. 5 часов, да? Шестой. Ну, красота, конечно. В городе-то у нас в деревне темно, особенно на нашей улице. А здесь прям светло. Так, вот такой вот усольский, значит, свинокомплекс. Здесь очень хорошая продукция. По поводу, что, значит, колбасы всякие, мясо, все очень свежее, каждый день привоз. Пойдемте. Палочки молочные, два холодца. Взяли колбас, сосисок, холодца. Я думал, ты со мной разговариваешь. У меня есть еще люди, с кем я разговариваю, не только с тобой. Четком сказал, взяли колбасы, сосисок, колбасы, сосисок, холодца. Все в пакетике. Как будто там полмагазина. Ну, пару колбасок взяли. Что-то на нашу большую семью. Сядем за раз и все съедим. Я думала, нам стучат. Открывайся. Ну все, друзья, мы едем уже домой. Наконец-то, слава богу. Так что в добрый путь, встретимся уже с вами дома. Надеюсь, хорошо доберемся. Ну все, в путь. Мы приехали уже в поселок. Вот за молочком заехали. Свет хотел выключить. Ждем, когда нам вынесут. Банку только забыли. Ну, вернее, мы их не собрали же за молоком. Думали мальчишек отправить. Ну ладно, раз уж мы рядом, завтра банку завесем. Привет. Дима, закрой, пожалуйста, дверь. Я не могу одной рукой. Привет. Привет. Все живые и здоровые. Бабушка тоже. Так что все, друзья, мы дома, все хорошо. С бабушкой они сегодня даже делали... Покажи-ка что. Вот такие кораблики, да? Красота. В следующий раз кошелёк сделайте. Мама, мне кровь. А где твой кораблик? Нету. Нету, потерялся в поле. Он его сломал. Правда? Нету, сломался. Уплыл, да? Ребятки. Миша только пришёл в тренировки. Так что будем сейчас раскладываться, уроки делать, лечиться. Увидимся с вами завтра, дай бог. Завтра Саша едет на соревнования, повезёт ребят. Дима не поедет, да? Наверное. Болеет, кашляет. Ну посмотрим, кашляет он пока еще. Да? Ну вот, поедут старшие только. Получается, Миша и Надя. Так что завтра, наверное, Саша нам что-нибудь поснимает. Там, да? Снимаешь? Не завернешь, но? Да, не снимаю. Вот, купили, Саша, лекарства для спины. Мы сегодня будем сейчас смазать спинку хорошую, посоветовались. Если поможет, потом помогу. Ой, если поможет, потом покажу вам, какое название. Если поможет, покажу вам. Сказала нам, помогу вам. Так что всё, всем удачи и пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Алиса, Маши пока. Такая серьёзная семья. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока- Продолжение следует...